Приветствую вас, дорогие мои зрители, слушатели, подписчики, друзья, все, кто меня смотрит. С вами канал мой, Ольга, о жизни в Ирландии. И у меня в основном о социальном, о каких-то моих рассуждениях, о психологии людей, как они себя здесь чувствуют, какие законы применяются, и как в этом смысле можно их использовать для того, чтобы сделать выжить для себя максимум для своей жизни. Вот в основном об этом мой канал. Если вы еще меня мало знаете, мало видели видео, я не показываю, как я езжу по каким-то местам, хожу по горам, хожу по ресторанам, я этого ничего не показываю, потому что, в принципе, я это почти ничего не делаю в Ирландии. Это очень-очень редко. Итак, сегодняшняя тема, продолжение, уже начатой, о том, что иммиграция сама по себе, она из чего, с какой интенцией осуществляется? Чтобы жить, работать или учиться, правда? То есть три варианта есть для иммиграции, когда люди едут в другую страну, иммигрируют. Для того, чтобы жить, работать или учиться, и потом вернуться домой или остаться там. Ну, вот это вот три основные причины. И в продолжение прошлого видео про мужа, который уехал работать и не вернулся, сегодня мы будем говорить о том, жить или работать вы все-таки хотите ехать. Или вы уже, может быть, приехали. Или ваши близкие уехали, и вы еще не поняли все-таки, они уехали жить насовсем или они уехали работать. Конечно, это в меньшей степени видео будет, видимо, для тех, кто из третьих стран, как это сейчас называется. То есть в Ирландию не из стран ЕС, а из стран, которые нуждаются в особой иммиграционной проверке, в особых документах, подготовке и так далее. То есть, понимаете, из России, Украины и других стран. Когда мы говорим о странах ЕС, то здесь в основном люди уезжают, чтобы... Ну, посмотрим, попробуем, поработаем, ну и там потом вернемся. Или к пенсии вернемся. По-разному. Так вот, ну, в принципе, я думаю, что так же и... И потому что я читаю комментарии. Так же люди и из вот стран, которые не в ЕС входят, они так же, когда уезжают, они думают, я на заработки поеду, семья у меня там останется, например, я поработаю и вернусь. Так вот, на самом деле, жить или работать, вы едете, как это определить, наверное, чтобы не обманывать самого себя? Или чтобы в какой-то момент поменять свою вот эту вот ориентацию для того, чтобы изменить свою жизнь? Потому что это две совершенно параллельные, можно сказать, плоскости, когда вы едете жить в новую страну и когда вы едете работать в новую страну. И они, в принципе, не пересекаются. Ну, то есть, со временем, в зависимости от разных обстоятельств, ля-ля-ля-ля-ля, бла-бла-бла, знаете, тут можно рассуждать много. Если семья подтянется и так далее, иногда это действительно как-то вот само собой выравнивается. В основном, если вступает другой человек в эту историю. Например, муж уехал, там он сидит, типа, работает, и потом жена вдруг взяла, приехала. Вот как я, например, с ребенком свалилась, да, со своими телевизорами-холодильниками. Я же привезла все, даже холодильник шарф двух с половиной метровый, огромнейший. И поэтому вот и все изменило для своего мужа, понимаете? Такое бывает, но очень-очень редко. Значит, сегодня вот эта тема. Почему вообще человек может поехать с мыслью работать? То есть, я поработаю, заработаю что-то и вернусь. Друзья, это может быть только в одном случае. Если у вас дома, в принципе, всё в порядке уже сегодня, но просто немножко чего-то не хватает. Ну, например, не хватает достроить дом, не хватает, не знаю, купить новую машину, которую вы мечтаете, но реально знаете, что не можете купить. Ну, то есть, каких-то там тысяч десять вам не хватает для своей мечты. Или даже пять, понимаете? Если вам вдруг понадобилось что-то там, ну, опять же, для осуществления какой-то мечты, помочь родителям, может быть. Может быть, кому-то со здоровьем что-то не так, и вот вам нужно поехать и заработать каких-то пять тысяч. Ну, десять тысяч – это уже, знаете, на год надо ехать. Вот, чтобы собрать эти деньги как-то вот одной бумажкой, как я говорю, и их использовать. Вот в этом случае вы можете ехать с целью работать. На что-то, конкретно на цель. Если у вас дома полный крах... Вот сейчас меня очень хорошо послушайте, потому что я специалист в этом вопросе. Я вам говорила, да? По сохранению семьи на расстоянии. И я наблюдала множество-множество пар, которые вот так вот расходились. Так вот, если у вас дома полный финансовый крах, и вы там совершенно никак вообще не можете себя найти... Ну, вот, например, вы мужчина, и вы там не можете заработать вообще. И знаете, что это не временно, бывает временно, да? Вот бывает вот раз выбило из седла, и в какой-то момент человек вот болтается, он не может себя найти, но в принципе ему просто надо немножко вот как-то встать, встать окрепно, да? И после этого он знает, что делать. Ну, скажем, вы... Вас выбило из седла из одного бизнеса, например, вы там ушли в минус 150 тысяч, вот, вы их, понятно, нигде не заработаете, таких денег, работая где-то за границей. Но для того, чтобы, например, вам окрепнуть, просто помочь своей семье, и чтобы они совершенно уже не ушли на улицу, допустим, или у вас ипотека идёт, да? И вот как-то, чтобы просто немножко вас прянуть духом, и чтобы эти деньги, допустим, какие-то минимальные 5 тысяч, например, привезти домой, для того, чтобы снова вложить во что-то, во что вы знаете уже, и уже это хорошо умеете делать, да? То есть наверняка. В этом случае, да, это тоже подходит вариант, когда вы уезжаете работать, то есть если у вас сейчас всё очень плохо финансово. Но если у вас просто финансово плохо, крах в стране, ни жена, ни муж не работает, дети маленькие плачут, бабушки, дедушки больные, или там у вас кто-то больной, не дай бог, понимаете? И вот это вот всё тянется, и с каждым днём вы уходите всё в больше и в больше и в минус, да, в жизни, но вы никак не можете это восполнить. Вам для того, чтобы восполнить, нужно минимум 1150 евро, чтобы как-то очухаться, закрыть все долги, начать всё сначала и жить как бы просто, чтобы дышать, да, ходить по земле. Ну, я так, к примеру, говорю. Может, у вас там другие цифры, но в основном я вот как-то такие вот знаю истории. В таком случае вы не обманываете себя, что вы едете работать. Вы оставили семью, и вы поехали работать, да, такой папа-хорошист. Вот, или мама-хорошистка. У мамы тоже такие хорошистки есть. Встречаются на свете, которые оставляют папу, например. Ну, всякое бывает, да. Опять же, кто-то может быть больной, муж, или что-то с ним случилось. И он остаётся дома, остаётся дети, остаётся, например, родители, которые помогают там с этими детьми. А мама едет хорошистка на работу. Так вот, дорогие мои, знайте, что вы просто себя обманываете и теряете время. Потому что любой, в любой стране, ну, то есть в Америку вы не поедете на работу на три месяца. Согласны, да? Вы заплатите за этот переезд столько, что вам придётся его отрабатывать только год, а не то, что там заработать и что-то посылать. Да, вы будете посылать копейки какие-то. Вот. То есть, значит, вы едете в Европу. И сейчас конкретно давайте уже опять про Ирландию. Потому что, в принципе, я обобщаю, это касается любых стран. Но Ирландия, она более как бы... Потому что зарплата 10 евро всё-таки в час. Поэтому это более страна, где заработок сразу человек получит, а не каких-то 500 евро, допустим, как в Литве вы получите, или там в Польше, или в Венгрии, может, 800 вы получите, там в Румынии. То есть, понимаете, да? Ну, Ирландия в этом смысле, конечно, более выгодна, но опять же, на неё придётся потратиться чуть-чуть больше. Так вот, не тешьте себя мыслями, что вы едете работать. Потому что вы не заработаете. На, для того, чтобы потом вернуться и дальше продолжать жить. Вы не сможете скопить этих денег для того, чтобы вот в этот момент, пока вас нет, поддерживать свою семью, когда вы уехали, да? То есть, вы наверняка до этого где-то там работали и какие-то деньги приносили, плюс готовили обеды. Если это женщина, если это мужчина, то просто как-то помогали тех же детей с садика, например, забрать, или со школы няню не надо нанимать. То есть, вы участвовали в этой семье. Когда вы уехали, вы не участвуете. Значит, вашу роль заменить должен кто-то. Кто-то или за деньги, или за своё время, да? Или няня, или бабушка, дедушка. Ну, то есть, бросить что-то своё и пахать на вас, мягко говоря, да? Так вот, вы не восполните вот эту жизнь их, и плюс вам нужно что-то собрать, отложить, чтобы вернуться и жить потом дома. Вы не тешьте себя какими-то, ну, надеждами и розовыми фантазиями. Вот так. Я бы сказала абсолютно честно. То есть, в такой ситуации вам нужно готовить почву для правильной, нормальной иммиграции, для того, чтобы жить. И в таком случае абсолютно различаются пути вашего выезда из своей страны. Отличается ваша подготовка, отличаются ваши мысли, отличаются абсолютно ваши действия, потому что вы будете действовать совершенно по другой схеме. Например, вот простой-простой пример. Человек едет на работу. Что у него главное? Он нашёл работу первое, ему надо найти, где жить рядом с этой работой, чтобы не потратить ни одной копейки на дорогу. Так. И у него даже, возможно, уже куплено два билета туда-обратно по дешёвой цене, потому что в Ирландию билеты бывают, стоят, стоят и 400 евро, и 500 евро. Я сюда приехала с сыном, я заплатила за два билета ван-вэй, в одну сторону 750 евро. Это был август. Это самые дорогие билеты. и я их не могла купить заранее, потому что у меня было не готово. Я готовила всю квартиру на переезд и зависела от многих факторов. Когда у меня увезут мебель, то есть когда будет транспорт, когда будет всё, когда там я закрою какие-то свои хвосты и так далее. Понимаете? Бизнесы там тоже шли. И вот из-за этого я покупала билет в последнюю минуту, за месяц, например. И вот я заплатила 750 евро. То есть, ну, ещё же багаж, да, и так далее. Хоть мы всё отправляем, но всё равно мы одну сумку всегда берём, багаж оплатим. Понимаете? То есть это дорогие билеты. Значит, вот первая у вас есть работа, вы нашли какую-то в любом месте, да, где жить рядом. И у вас, скорее всего, могут даже купиться билеты уже. Вы можете купить билеты заранее. Вот. Вы сэкономили, вы знаете, что вы уезжаете 20-го числа октября и приезжаете, допустим, к Новому году. Там 20-го декабря. Вот. У вас дома все это ждут. У вас всё-всё-всё. Вы знаете, что вы привезёте с собой, например, пускай тысячу евро, но на эту тысячу евро уже 5 голодных ртов дома сидят и ждут этих денег. Правильно? И вы знаете, что вы там закроете телефон, квартиру, газ, отопление и так далее. Долги, например. Или что-то ещё. Понимаете? Вот это одна история. Больше ни о чём вы не думаете. Но если вы так уедете, а потом вдруг решите, что вам нужно привозить своих детей, то, пардон, вы столкнётесь с большими проблемами. Потому что, скорее всего, там, куда вы приехали на работу и где вы там жили, непонятно в каких условиях, там может не быть ни школы, ни садика, ни нормальных условий для жизни ваших детей. Вот. И, соответственно, и эта работа уже вам не подойдёт. То есть вам нужно искать новую работу, новый дом, потому что вы семью не привезёте в, например, комнатку, где живут пять человек. Допустим, если вы жили там, на грибы поехали, там ужасные условия, рыба ещё есть. Это ужас, жуть. Рабство до сих пор. И, понимаете, то есть вы потеряете время. И вот этих денег, которые вы заработали в результате на этой вот своей операции, поехать на работу, вам этих денег даже не хватит, чтобы поменять условия жизни. Единственное, что у вас уже будет, номер PPS здесь. Это единственное, что у вас будет здесь, для того, чтобы потом свою семью прикрепить к этому номеру PPS, и вы сможете снять уже полноценную квартиру, если у вас есть работа. Вот. Вот это единственное, что у вас будет. То есть, фактически, вы поедете работать для того, чтобы эти деньги вложить в устройство новой жизни. но вам этих денег будет мало. В эти деньги их вам не хватит даже на то, чтобы снять дом какой-то для своей семьи. Понимаете? Этих двух тысяч вам не хватит. А за два месяца вы их столько не наберёте, не скопите. И, ну, за три месяца, например, может, вы их скопите. Понимаете? Вот. И тут получается вот этот конфликт интересов. Конфликт, который вы сами себе создадите. То есть, к чему я сейчас призываю? Вам должно быть понятно, потому что я сейчас разговариваю с людьми, переписываемся с людьми, мне рассказывают разные истории. И я понимаю, что люди плавают, они витают в облаках, они думают, вот я поеду, я там платят 10 евро в час, я там могу заработать 5 тысяч, если я буду работать по 12 часов в день. Вам никто не даст работать по 12 часов в день. Эту тему мы рассмотрим отдельно. Вам дадут максимум работать 8 часов в день. Вы получите максимум, вот этот вот минимум, который могут дать сегодня, заплатить в Ирландии. Вы заплатите за квартиру, за еду, за то, что надо будет заплатить. Если вы поехали с агентурой, значит, вы агентуре заплатите или тому человеку, который вас устроил. В результате у вас останется, чтобы отдать в дом, ну, не знаю, не знаю, не знаю, но тысяча вряд ли у вас останется, чтобы отдать в дом. Когда-то мой муж отправлял нам тысячу, Но, во-первых, тогда можно было больше работать, не 8 часов, можно было 10 часов работать. Платили двойные иногда, двойной тариф в воскресенье, в празднике. Сейчас не платят этого. То есть, были варианты, что можно было больше заработать. А просто сегодня есть потолок, вы его не пробьете. И вы не можете считать, что раз 10 евро в час я буду работать 100 часов и заработаю столько денег. Нет. этого не произойдет. Так вот, поэтому, и вот с такими мыслями уезжать, вот я поеду, я заработаю, у меня там 5 человек дома ждет меня, все больные, никто не работает. Ну, я сейчас обобщаю, понимаете, потому что я разные истории читаю, но в основном это о том, что один человек хочет на себя положить все, что он там натворил за 50 лет своей жизни, например, за 40 лет своей жизни, за 35 лет своей жизни, да, что там и мама, и папа, и все болеют, и жена болеет, и дети есть куча, и все, понимаете, и вот эту всю одну кучу человек хочет на себя положить и решить вопрос, приедя, например, сюда, в Ирландию, и здесь просто работая, на какой-то простенькой работе, да, то так не выйдет у вас. Вы не сможете решить свои вопросы, и тем более вы не сможете вернуться ни через 2 месяца, ни через 3 месяца, ни через 6 месяцев, а через год вы не сможете вернуться, потому что уже ваша семья привыкнет, знаете, к этой поклёвке, к этой подкормке, да, которую вы им будете посылать. Хотя бы 500 евро, хотя бы 500, они к этому привыкнут. То есть вы себя здесь лишите, вы здесь ничего не отложите, вы им отошлёте, они там будут более-менее барахтаться, вот в этой вот, потому что 500 евро, это вообще не деньги ни в одной стране, и за них ничего нельзя ни сделать, ни купить, ни прожить, это абсолютно, я точно знаю, и выжить, да, выжить кусок хлеба с водой, да, и заплатить за квартиру, телефон, интернет, всё, и больше ничего, транспорт, но больше ничего нельзя сделать за эти деньги, потому что я не вчера родилась, и поэтому и получится, что через год вы поймёте, что, а вам некуда ехать обратно, у вас там ничего не подготовлено для того, чтобы вы там были, потому что там они не скопят этих денег, и вы не скопите этих денег, здесь, вы всё отдадите, вы будете жить в очень плохих условиях, потому что этих денег, ну, по сути, очень мало, по максимуму 8 часов, по 10, это 40 часов, по 10, это 400 в неделю, да, уже мы считали, как-то 1600, то есть это грубо, я вот грубо-грубейше считаю, это вот как бы тот самый потолок вообще, который возможен в вашем случае, если вы только что приедете, вот, потому что другие случаи, когда едут, например, в IT-компании, кстати, там те же истории, там только истории, что люди получают больше намного, они получают, например, 3 тысячи, но они должны жить где-то в Дублине, и они за квартиру платят тысячу, полторы тысячи, а то и две тысячи, в результате у них то же самое, ничего не остается, я знаю многих ребят с Украины, которые вот был такой момент наплыв, два года назад, три года назад, два года назад, вот когда начали приезжать сюда айтишники, украинские, и они посмотрели, покрутились, потыркались, попыркались, да, поработали в этих мега-компаниях, и поняли, что они в Украине имеют намного больше, и там они работать могут на Америку, это единственное выгодное для них, ну, вариант, здесь они очень мало получают, здесь очень мало получают эти профессии, я вам как-то уже говорила, если здесь, в Америке 10, здесь 3, вот, вот такой расклад, это, ну, грубо, понимаете, все грубо, это не так, как люди там начинают считать, вот, водитель автобуса, получает столько и столько, бред сивой кобылы, один водитель получает минимум, другой водитель получает чуть-чуть больше минимума, и все, и нету никакого одного числа, а вот я вам говорю так, как, знаете, вот, раз, два, три просто, по-простому, так вот, сегодняшнее видео у меня к тому, что вам нужно понять, признаться самому себе, что у вас, какая у вас история, вы хотите выехать, поработать, заработать на что-то, тысячу, две, пять, если вы, не знаю, за год, может быть, вы пять и наберете, не знаю, трудно сказать, для чего, да, для чего-то конкретного, то есть в этот момент ваша семья там ждет вас, живет так, как и раньше жила, потому что вы можете минимум, если вы будете копить эти деньги, то вы им не сможете помогать, понимаете, вот здесь два варианта, опять же, либо вы эти деньги им все вливаете, и они за них кушают, платят за квартиру, газ, электричество, воду, телефон, интернет, и машину заправляют, и все, и ничего у вас не остается, либо вы эти деньги копите на что-то конкретное, а ваша семья имеет за что жить, понимаете, да, и тогда вы можете что-то скопить, с этой одной суммой приехать, и ее во что-то вложить, или, например, вы отправляете каждый месяц, допустим, 500 евро на строительство дома, и там ваша жена строит вам дом, ну, вам всем, да, дом, или ваш сын строит дом, или ваши родители строят дом, там вместо вас все-все-все регулируют, контролируют, нанимают, мудро это делают, да, а вы только как на заработке находитесь, вот это история о том, что вы поехали на работу, если вы уезжаете, потому что у вас дома полное Ж, полный крах финансовый, там нечего есть, там никто нигде не работает, и нет никаких перспектив вообще зарабатывать деньги там, значит, вы едете не на работу, вы едете жить. если не сегодня, то вы будете жить все вместе через какое-то время, вы просто едете первый для того, чтобы устроиться, для того, чтобы найти работу, получить номер PPS, вы можете найти сперва работу не ту, не в том городе, где будет потом жить, конечно, ваша семья, но здесь сложно делать вот эти перемещения, здесь сложно снять жилье, понимаете, поэтому если уже вы один раз его сняли, конечно, вы для себя не будете снимать дом, вы будете снимать что-то попроще, и таким образом заработаете себе какую-то хорошую репутацию, потому что здесь еще нужны рекомендации от других лендлордов, что вы хороший арендатор, что вам можно доверять, понимаете, бывает и с работы просят рекомендации, что вы на работе хороший работник, то здесь очень трудно снять жилье, очень сложно делать эти перемещения, сперва в одном городе, потом в другом городе и в третьем, поэтому, конечно, хорошо, если вы приедете в тот город, куда вы потом привезете свою семью, где есть школа, адекватная какая-то социальная вот эта жизнь, где есть какая-то комьюнити нормальная, потому что, ну, есть разные места, я вам говорила, есть такие места, где нельзя жить нормальному человеку, и где вы не захотите, что будут жить ваши дети, тем более, понимаете, если вы без детей, это одно дело, если вы с детьми, это другое дело, вам нужна безопасность, вам нужна нормальная среда, обитание, вот, значит, вот это вот вариант, когда вы едете просто первый, и вы здесь для себя, вы здесь говорите себе, что вы едете как бы, как первооткрыватель этой страны, для того, чтобы подтянуть семью, тогда семья готовится, тогда вы по-другому совершенно себя ведете, вы думаете в другом совсем масштабе, вы присматриваетесь заранее, где вы можете работать, где может работать ваша жена даже уже, вы начинаете уже искать друзей, знакомиться, где будет в школу ходить ваш ребенок или ваши дети, понимаете, вы по-другому совершенно себя ведете, и от этого ваша выстраивается жизнь, иммигрантская, совершенно по-другому тоже, это я вам сейчас говорю про Ирландию, потому что в других странах другой механизм приезда и начало вот этой вот жизни, а в Ирландии сегодня он достаточно сложный, поэтому я бы сказала лучше, когда человек едет один первый кто-то, или мама, или папа, но ненадолго он едет этот первый, ни на годы, ни на 10 лет, понимаете, этот первый едет и подкармливает семью, там дети сами по себе растут, развиваются, он подкармливает их, что вот он вернется когда-нибудь, он никогда не вернется, если вы сегодня не можете заработать в своей семье, в стране, и поэтому уезжаете, значит вы и через 5 лет не сможете это сделать, и через 10 лет тем более, потому что вы уже постареете, и вы потеряете вот эту линию, связь экономическую, вы сойдете полностью с дистанции своей страны, когда мы говорим о том, что вместе люди возвращаются, семьями, да, кланами какими-то, вот поляки возвращаются кланами, они кланами уезжали, и они кланами возвращаются сейчас в Польшу, у них там у всех дома есть, у них есть вот эти вот семьи крепкие, понимаете, и они кланами возвращаются там, и начинают там, сделают бизнес, они уже покрутились здесь, у них знакомые, у них связи, у них поставка, доставка и так далее, и тому подобное, торговля, что-то еще, ресторанчик, туризм, и они кланами это делают, это совсем другое, но если человек один уехал, как бы на работу, да, а его семья ни о чем, не может зарабатывать, сидит там, страдает в нищете, то этот человек и через 5 лет не сможет вернуться и там быть на месте, потому что ничего не изменится, станет только сложнее. Поэтому, дорогие мои, сегодняшнее моё видео, моя цель его, чтобы вы подумали, те люди, которые вот еще думают об отъезде, об отъезде в Ирландию, о переезде, об эмиграции, то есть все эти пункты, раз, два, три, как это сделать, вы там это смотрите, слушайте, самое лучшее, Google вам в помощь, на официальных сайтах, потому что вся информация меняется, то, что вы услышите сегодня у блогеров, завтра оно изменится, тем более, если вы слушаете видео двухлетней давности, то самая лучшая информация по тому, по вот этому алгоритму, как это делать, это только государственные официальные сайты, иммиграционные службы и так далее. Вот эти вот государственные сайты, где четко написано, что вам надо сделать для того, чтобы приехать, если вы из третьих стран, если вы из ЕС стран, это не важно, все равно здесь алгоритм приезда тот же самый, он одинаковый, не важно, что мы из ЕС стран, мы можем, да, спокойно приехать, но нам нужно получить PPS номер. Сегодня, чтобы получить PPS номер, нужно, чтобы нас взяли на работу, чтобы какой-то работодатель объявил, что он нас берет на работу, понимаете, то есть вы можете с ним договариваться, вы можете по-серьезному идти на работу, как угодно, но без этого нам не дают PPS номер сегодня, людям, приехавшим. Без PPS номера у вас нету ни банковского аккаунта, ни жилья, официально ничего. Поэтому вот из-за вот этого механизма, конечно, лучше, когда едет кто-то первый, как на разведку, как бы как на застолбить, получить вот все эти документы, немножко заработать денежек на вот эти вот первые документы, но, если честно, вам их не хватит на переезд, потому что дома вы видите, сколько стоят, смотря в каких районах, но это все равно уже сегодня примерно полторы тысячи. примерно везде, в любом, в самом даже плохеньком, ну, не самом плохеньком районе, но в самом таком простом районе Ирландии, это уже где-то тысяча, полторы тысячи, все равно стоит дома, а уже там, где Дублин, то там два, две и три и так далее. Вот. Поэтому для того, чтобы вот это сделать, документы, и уже к вам приезжает семья. Потому что дальше вариант, опять же, чем быстрее к вам семья приедет, тем вам будет легче, потому что, если у вас есть дети, у вас уже есть детские деньги, это 140 в месяц, вот, то есть вы уже с голоду не умерли, плюс ваша, как бы, зарплата делится не на одного, а на четверых, или на пятерых, сколько у вас в семье, и вот в результате уже получается, что вам не хватает, да, то есть вы уже как бы тогда начинаете претендовать на какие-то социальные помощи, не на социальные деньги. Социальные деньги не получают люди здесь, которые просто вот приехали и не работают. Социальные деньги получают после двух лет работы, вот именно социальные деньги. Так что, когда вы приезжаете, вам социальных денег никто не дает, вам нужно идти на работу, хотя бы кому-то одному из семьи, и потом делать документы, что вам их не хватает, но для этого нужно, чтобы у вас была семья, потому что, если вы один, и вы посчитаете вашу зарплату, то вам хватает на все, вам не дадут ни медикал карты, ни хаусинг ассистенс, ничего, потому что вам хватает. Если вашу зарплату две тысячи разделят на трех или на четырех человек, то у вас будет нехватка, понимаете? И из-за этого тогда к вам подтянутся другие социальные гарантии. Смотрите мое видео, вот наверху будет, про то, какие вот эти вот социальные, они разные, вот это вот, это свои абсолютно, у каждого свои есть социальная помощь. Вот так вот. Так что я вас просто призываю, чтобы вы на берегу оценили свою ситуацию. Вы едете на работу или жить? Если вы едете на работу, то у вас должен быть, ну, я сейчас утрирую, да, как минимум, билет обратно, но это не обязательно, но у вас должен быть четкий установлен термин времени, когда вы вернетесь. Вы едете на три месяца, вы едете на полгода, вы едете на год, но через год вы вряд ли вернетесь, я вам серьезно говорю, потому что вы втянетесь в эту жизнь, и вы смотрите мое прошлое видео про то, почему муж не вернулся из подработок, когда уехал на заработки. А если вы едете, если у вас, это в том случае, только вы едете на работу, если у вас что-то конкретно нужно, вот не хватает, две тысячи, три тысячи, пять тысяч, вот у меня есть некоторые подруги, которые доста... ну, как сказать вам, они обеспеченные, то есть у них есть дома и так далее. Но сегодня, понимаете, слово обеспеченность, это когда у тебя есть недвижимость, у тебя есть, допустим, но если у тебя нет инкома, дохода, то получается что? Что у тебя есть недвижимость, ты обеспеченный человек, да, у меня есть такие миллионеры, которых я называю миллионеры-бомжи, то есть недвижимости, около миллиона евро стоимость, а люди не зарабатывают денег инком каждый день каждый каждую неделю каждый месяц и мне за что бывает кушать они же не пойдут дом свой продавать понимаете дом не продашь так быстро получается вот такой вот очень сильный большой тут это именно вот не знаю в литве может других странах такого нету но в литве это так так вот у меня есть одна такая подруга которая просто едет на 2-3 месяца немножко подзаработать чтоб сильно не устать у нее есть дом у нее есть там и муж и внуки и все там хорошо все работают все это тымком но иногда бывает вот она очень любит делать свой дом ремонты постоянно у нее там надо или новые двери какие-то помять или новые окна и вот она точно знает что этот дополнительный вот ей нужно например три тысячи она их нигде сейчас не возьмет она раз едет куда-то там в англию например на работу поработала она с этими деньгами приехала заодно отдохнула от мужа заодно картинку поменяла вот и прикупилась там какого-то нового каких-то вещей понимаете вне напряжение вот просто вот в таком как бы полу можно сказать полу развлечений полу деле да и плюс вот этот вот дополнительный зарплат это совсем другое это конкретно когда вам надо что-то вот вам не хватает вы поехали подзаработать но если у вас семья голодает если там извините люди болеют и там тьма нету никакого просвета этому и никто там никогда не заработает денег то извините меня пожалуйста вы не на работу едете вам нужно жить ехать куда-то переселять свою страну чтобы у них были медицинские карты медицинское обслуживание какая-то нормальная социальная жизнь понимаете когда они все будут выжить в нормальных условиях у детям будет школа детям будут какие-то эти деньги пускай это маленькие деньги 140 евро на ребенка но это все равно деньги когда ты можешь с ними что-то делать но самое главное здесь есть другие тогда льготы вступают в силу когда денег одного человека не хватает на всю семью и ему тогда начинают помогать уже по-другому понимаете вы тогда об этом думаете они о том что я поеду поработаю моя семья там будет так и сидеть а я им какие-то деньги буду 500 евро отправлять например в лучшем случае что и ничего все на этом мое видео заканчивается всем пока пока счастливо пишите комментируйте я буду всем рада ответить чем смогу помогу понимаете чем смогу всегда напишу как лучше пока пока